Всем привет! Слава Украине! Новости из США Игоря Эйсенберга читает Юрий Рашкин. Среда, четверг, 14-15 сентября 2022 года. В четверг вечером президент Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Оружие, боеприпасы и оборудование будут переданы по распоряжению президента непосредственно из запасов Пентагона. Это 21-й пакет помощи, передаваемый непосредственно со складов американской армии по распоряжениям президента. В пакет помощи входят, в частности, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS M142 и M270, тысячи высокоточных 155-мм снарядов Excalibur с GPS-наведением, 36 105-мм артиллерийских снарядов, 4 противоартиллерийских радара, 4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжелой техники, системы противодействия БПЛА, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, средства для взрывных работ, стрелковое оружие и патроны к нему, зимняя одежда для украинских военнослужащих. В четверг Госдепартамент, Министерство финансов и Министерство торговли США ввели санкции против очень большого количества российских компаний, организаций и целого ряда физических лиц, а также против целого ряда коллаборантов, которые пошли в услужение к агрессорам на временно оккупированной России территории Украины. Государственный секретарь Тони Блинкен выступил со следующим заявлением. Цитата. Соединенные Штаты продолжают привлечение российского правительства к ответственности за его войну против Украины. Сегодня мы принимаем меры против крупных российских оборонных предприятий, ключевых передовых технологических фирм, поддерживающих российскую оборонно-промышленную базу и против финансовой инфраструктуры. Мы также предпринимаем действия против российской военной разведки и против лиц, связанных с нарушениями прав человека, как в ходе войны Кремля против Украины, так и в самой России. В рамках этих действий Государственный департамент вводит санкции против ключевых представителей власти, установленной Россией на украинских территориях, которые в настоящее время контролируются российскими военными, а также против 31 предприятия в сферах обороны, технологий и электроники, чтобы еще больше ограничить возможности для передовых технологических отраслей России и ограничить их вклад в российский оборонно-промышленный комплекс. Сегодняшними решениями введены санкции против 22 российских марионеток-чиновников, в том числе против пяти, которые контролировали захват или кражу сотен тысяч тонн украинского зерна, усугубляя отсутствие продовольственной безопасности во всем мире. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ОФАК включило в перечень попавших под санкции две организации и 22 физических лица. Среди этих лиц те, кто связан с нарушениями прав человека, например, Мария Львова-Белова, возглавлявшая усилия России по депортации десятков тысяч украинских детей. ОФАК также ввел санкции против руководителей ключевых финансовых учреждений, таких как Российская национальная система платежных карт НСПК, организация, принадлежащая Центральному банку России, которая управляет сетью платежных карт МИР и против других учреждений, играющих роль в инфраструктуре финансового рынка России. ОФАК также издал постановление, запрещающее американцам, где бы они ни находились, предоставлять услуги квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в России. Этими решениями будут и дальше накладываться серьезные санкции на связанных с Россией незаконных субъектов в соответствии с решениями, предпринимаемыми нашими союзниками. Министерство торговли расширило меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси, добавляя меры контроля в отношении товаров, потенциально полезных для российского потенциала по производству химического и биологического оружия, а также товаров, необходимых для передового производства продуктов и их разработки. Это решение также уточняет существующие меры контроля в отношении России и Беларуси для более тесного в соответствии требованиям, применяемым нашими союзниками. Те, кто сегодня внесен в санкционный перечень от лиц, совершающих насилие, до чиновника, способствующего целенаправленному вывозу детей из Украины, являются примерами людей, поведение которых стало синонимом неспровоцированной войны правительства России. Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры против тех, кто поддерживает российскую оборонно-промышленный комплекс, нарушает права человека и пытается узаконить оккупацию украинской территории, где бы они ни находились. Конец цитаты. Санкции введены против Компании, участвующих в разработке и производстве ракет Акционерного общества АО Российские космические системы АО Информационные спутниковые системы НПО имени Лавочкина Компании и институты, работающих в области компьютерных и информационных технологий и в области оборонных технологий Корпорации Мультиклет Институты физики и полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук Международного центра квантовой оптики и квантовых технологий АО Центр аддитивных технологий занимается разработкой двигателей АО Исследовательский центр Элленс Оборонные технологии Совместного предприятия квантовой технологии АО Научно-технический центр Заслон Оборонные технологии Физико-технического института имени ИОФИ Российской академии наук НИИ вычислительных комплексов имени Карцева Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Физико-технологического института имени Валиева Российской академии наук Компании, работающих в области разработки и производства электронок микросхем и электроники, АО НИИ, электронной техники, АО Ангстрем Разработка и производство микросхем Физического института имени Леведева Российской академии наук АО Байкал Электроникс, разработка и производство микропроцессоров Компании Аквариус ЛТД, разработка и производство защищенных смартфонов для армии и спецслужб Компании Ядро Фаб Дубна, производство печатных плат Федерального центра Институт прикладной физики Российской академии наук Компании Крокус Наноэлектроника, АО Элемент, разработка и производство микроэлектроники АО Научно-производственный центр Элвис, ведущие компании по производству микросхем АО Научно-производственный центр Радиосвязь, АО Производственное объединение Север АО Научно-производственные предприятия САПФИР, разработка и производство микросхем для военных нужд Министерство торговли США ввело Запрет на экспорт в России любых товаров и услуг, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия Экспортный контроль, то есть де-факто запрет на экспорт в Россию, оборудование и программного обеспечения для квантовых вычислений и использования в квантовых компьютерах Распространила на Беларусь все ограничения экспортного контроля, введенные в отношении империи зла Распространила правила экспортного контроля на шесть компаний, находящихся вне России и Беларуси, через которые империя зла пыталась обходить санкции В четверг Госдепартамент опубликовал сообщение о том, что созданная при его поддержке прошедшей весной обсерватория конфликта Представила отчет о намеренных атаках империи зла на хранилище зерна и другой зельскохозяйственной продукции в Украине В сообщении, в частности, говорится, цитата Сегодня организация обсерватория конфликта при поддержке Государственного департамента США опубликовала независимую первую в своем роде детальную оценку разрушительного воздействия развязанной России войны на продовольственные хранилища в Украине По оценкам, 15-16% хранилищ урожая в Украине пострадали во время конфликта Либо в результате захвата российскими силами, либо потому что объекты были разрушены, повреждены или деградировали до такой степени, что поставлены под угрозу хранящиеся в них запасы В докладе отмечается, что преднамеренное уничтожение таких объектов может представлять собой военное преступление и нарушение дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года Соединенные Штаты призывают к дальнейшему расследованию с использованием соответствующих механизмов Россия усугубила глобальный кризис продовольственной безопасности Способствовала значительному скачку стоимости пшеницы И заставила искать способы прокормить голодное и уязвимое население В 1922 году Украина стала ареной самого жестокого массового насилия, которое Европа видела за последние 80-летий Проблема усугубляется тем, что фермеры испытывают трудности и в работе, в военное время, пополняя сократившиеся запасы продовольствия И готовясь к следующим посевным сезонам Последствия российской агрессии ощущаются далеко за пределами Европы И теперь влияют на здоровье и благополучие десятков миллионов людей во всем мире Соединенные Штаты будут продолжать твердо стоять на стороне Украины Защищающей свою свободу ради своего народа и людей во всем мире Которые зависят от урожая, собранного на украинских фермах Наша поддержка Украины остается непоколебимой Конец цитаты В четверг назначенная Трампом федеральная судья Айлин Кеннон подтвердила свое решение об удовлетворении иска Дональда Трампа к Соединенным Штатам Америки И назначила предложенного адвокатами Трампа судью Раймонда Дарье Специальным мастером, который должен изучить почти 12 тысяч документов Изъятых при обыске в поместье Трампа Марлаго В том числе совершенно секретные особой важности Совершенно секретные и секретные документы И решить, являются ли какие-то из этих документов собственностью Трампа Ввиду распространения на них так называемых привилегий Судья отвергла доводы Министерства юстиции и замдиректора ФБР по контрразведке О том, что секретные документы по определению являются собственностью правительства США И должны находиться в распоряжении правительства США В своем решении судья указала, что она не может определить Являются ли те или иные документы секретными Интересно, что для этого нужно? Если на документах стоит печать, секретно или совершенно секретно Или совершенно секретно особой важности И поэтому не может удовлетворить требования Министерства юстиции О том, чтобы секретные документы были исключены Из рассмотрения специальным мастером Судья также постановила, что специальный мастер Должен показать все документы адвокатам Трампа Которые не имеют допуска к секретным документам Судья Кеннон подтвердила свой запрет на использование Содержания изъятых при обыске документов Для проведения Федеральной прокуратуры и ФБР Любых следственных действий по расследованию нарушения закона о шпионаже Нарушения закона о президентских документах и препятствования расследованию этих преступлений То есть, тем самым судья Кеннон остановила расследование уголовных дел Фигурантом которых с очевидностью является Трамп Судья постановила, что специальный мастер должен закончить работу к 30 ноября После чего она, судья, будет анализировать результаты его работы Ожидается, что Министерство юстиции США уже в пятницу утром Подаст срочную апелляцию в апелляционный суд 11 округа в Атланте По территориальной принадлежности На совершенно беспрецедентное решение судьи Кеннон И потребует, как минимум, изъятия секретных документов Из рассмотрения специальным мастером И отмены запрета на проведение расследования соответствующего уголовного дела В четверг администрации Джо Байдена усилиями министров труда и транспорта Удалось достичь временного соглашения с профсоюзом железнодорожников Которое позволило предотвратить забастовку на железнодорожном транспорте Эта забастовка должна была начаться в полночь в пятницу Если бы она началась, то парализовала бы поставки грузов и товаров по всей Америке Что имело бы катастрофическое последствие Прекратилось бы и движение пассажирских поездов дальнего следования В четверг после достижения временного соглашения профсоюз отменил забастовку Железнодорожникам будет поэтапно повышена зарплата в течение пяти лет Они получат лучшие условия медицинского страхования и другие льготы Переговоры между профсоюзом и администрацией продолжатся для заключения окончательного соглашения Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал Берегите себя и своих близких Берегите друг друга Помогайте друг другу Здоровья всем Зло будет остановлено И добро победит Иначе быть не может Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США Спасибо всем, кто уже это делает И спасибо всем, кто поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне Новости из США Игоря Азенберга читал Юрий Рашкин Слава Украине и God bless America Слава Украине